Авиакомпания «Якутия Аэрокоты АТР-3» и КСВЛ основана по приказу президента Ореспублики Саха, Якутия, путем слияния ранее действовавших в регионе двух авиаперевозчиков «Сахаавиа» и «Якутские авиалинии» в 2002 году. Авиасообщение играет важнейшую стратегическую роль в жизни республики Саха. Самолет – единственный всесезонный транспорт вследствие суровых климатических особенностей региона. В конце 2016 года Якутия приобрела 100% акций полярных авиалиний. В настоящее время авиаперевозчик осуществляет рейсы как внутри России, так и в Европу и Юго-Восточную Азию. Авиакомпания за годы своего существования завоевала высокий рейтинг безопасности среди прочих российских перевозчиков. Официальный сайт авиакомпании Якутия.http www.yakutia.aero касая черта предлагает своим посетителям полную информацию о перевозчике, а также дает возможность воспользоваться перечнем предлагаемых онлайн-услуг на мировом уровне. Головной офис авиакомпании R3 расположен в городе Якутске по адресу улица. Быковского D, 9, e-mail, офис собака якутия.aero.ru. Авиакомпания имеет более 30 представительств в разных городах России, от Краснодара до Владивостока. Более подробную информацию о всех филиалах можно увидеть здесь http www.yakutia.aero касая черта о дефис нас касая черта контакте касая черта. Контакты представительства в городе Москва, Волгоградский проспект, D, 2, строка, 1, e-mail, в коопер 3 собака якутия.aero. Единый контактный телефон горячей линии, плюс 8, 800, 700, 21, 90, звонки на территории РФ бесплатные. Якутия Авиа активно стремится к высококлассному уровню обслуживания пассажиров, для обеспечения их комфорта предлагает следующий вид регистрации, в аэропорту вылета у стойки регистрации с номером, указанным на электронном табло. За два часа до отправления согласно расписанию вылетов, высвечивающемуся на электронном табло. Онлайн регистрация не ранее, чем за 23 часа и не позднее, чем за два части до отправления на официальном сайте для внутренних рейсов доступна во многих аэропортах. Подробный перечень можно посмотреть здесь http www.yakutia.ar касая черта Moscow касая черта Information касая черта WebDefice Registradia Defice на Defice Race. Электронная регистрация для международных рейсов в настоящее время недоступна. Для посадки в самолет, вне зависимости от типа регистрации, каждому пассажиру необходимо иметь при себе распечатанный дома или у стойки регистрации посадочный талон. Выбранное клиентам место на борту самолета при онлайн-регистрации может не соответствовать фактическому при внезапной замене воздушного судна или вследствие неполадок в системе во время регистрации остальных пассажиров. Онлайн-регистрация также невозможна для пассажиров с маленькими детьми, при перевозке животных или при формировании больших групп вылетающих свыше 10 человек. Регистрация онлайн на рейс Якутия во время выполнения стыковочных рейсов авиакомпания Якутск использует несколько узловых аэропортов на территории РФ, Внуково, Москва. Иркутск, Иркутск, Краснодар, Краснодар, Хабаровск, Хабаровск. В данных аэропортах к услугам пассажиров предлагаются комфортные залы ожидания с магазинами и предприятиями быстрого питания, полным набором комфортных опций. Якутия Airlines старается подбирать стыковочные рейсы таким образом, чтобы клиентам не пришлось долго ожидать следующего вылета в транзитном аэропорту. Для транзитных пассажиров компания предлагает ряд комфортных опций, таких как сквозная регистрация багажа с возможностью его получения только в конечном пункте прилета и единовременная выдача посадочных талонов на все рейсы перед первым полетом. В случае длительной задержки транзитного рейса, Якутия готова предоставить своим клиентам бесплатные напитки, горячее питание и размещение в отелях. Авиакомпания Allrosa официальный сайт Важна. Для всех пассажиров, пользующихся услугами авиаперевозчика, действуют следующие нормативы перевозки багажа, для пассажиров бизнес-класса 3 места с суммарным весом до 40 кг, для пассажиров эконом-класса 3 места с суммарным весом до 20 кг, для пассажиров эконом-класса с тарифами, промо, и бюджетный, бесплатный багаж не предусмотрен. Предельно допустимые габариты одного места багажа вне зависимости от класса обслуживания не должны быть свыше 203 см в трех измерениях ДШ, при регистрации детей от 2 до 12 лет норма включенного в авиабилет багажа соответствует взрослому тарифу. Ручная кладь допускается к провозу в салоне самолета при следующих условиях, для бизнес-класса не более 15 кг, для эконом-класса не более 10 кг, габариты багажного места не превышают 80 см в трех измерениях жидкости, допущенные к провозу на борту, в том числе приобретенные в магазинах беспошлиной торговли, опечатаны в герметичные пакеты. При путешествии с детьми до 2 лет допускается провоз коляски, трости, при условии, что ее масса не превышает 8 кг, либо детской люльки или автокресла с габаритами не более 80 см в трех измерениях и массой, не превышающей 5 кг. Дополнительная информация. Для направлений внутри республики Саха в связи с суровостью климата и ограниченным доступом к многим продуктам питания, пассажирам разрешается брать на борт молоко, мясо, яйца. При перевозке домашних животных необходимо сообщить об этом в справочную службу авиакомпании не позднее, чем за 72 часа до вылета. За более подробной информацией, включая перечни запрещенных к провозу предметов, следует перейти на соответствующую страницу официального сайта по ссылке http www.yakutia.air.kosaya.chor.moskou.kosaya.chor.exe.saya.difisodifisbogas. Авиакомпания «Полярные авиалинии» — официальный сайт для всех пассажиров, в зависимости от дальности перелета и класса обслуживания «Якут Аэро» предоставляет питание на борту. Вне зависимости от времени полета, всем пассажирам предлагаются прохладительные напитки или чай, кофе, а при перелете свыше двух часов, горячее питание. Для пассажиров бизнес-класса меню более разнообразно, не менее чем из трех блюд, для эконом-класса, стандартный набор, включающий в себя салат, хлебобулочное изделие, горячее мясное или рыбное блюдо с гарниром и десерт. Все продукты питания проходят санитарный контроль и приготовлены квалифицированными поварами. Для обладателей билетов по тарифу «бизнес» на международных авиарейсах доступны слабоалкогольные напитки в ограниченном количестве. При путешествии с детьми для всех пассажиров действуют следующие льготные условия перевозка детей до двух лет на внутренних рейсах бесплатная, на международных рейсах со скидкой 90%. Перевозка детей от двух до 12 лет на внутренних и международных рейсах осуществляется со скидкой от 30% до 50%. При перелете с детьми до двух лет на борт допускается брать дополнительную ручную кладь, указано выше, а также детское питание, в Т, Ч, в жидком виде. Детям, летящим бизнес-классом, выдаются наборы развивающих игр для творческих занятий во время длительного полета. Для авиаперелета на каждого ребенка должен быть оформлен проездной документ в соответствии с международными стандартами, а при полете за пределы РФ дети должны иметь свой заграничный паспорт, либо быть вписаны в паспорт одного из родителей. На сегодняшний день авиапарк компании состоит из 21 самолета, среди которых, Boeing 757-200F 1 единица, грузовой самолет, Boeing 737-805 единиц, Bombardier Q403 единицы, Bombardier Q303 единицы, Sukai Superjot 5 единиц, AN-24 RV6 единиц. Все перечисленные воздушные суда проходят регулярное техническое обслуживание и отвечают международным требованиям безопасности полетов. Базовым аэропортом для авиакомпаний Якутии Airlines является аэропорт Якутск, крупнейший международный транспортный узел в республике Саха. Кроме своего прямого назначения, аэропорт известен как испытательный полигон для новых воздушных судов в условиях экстремально низких температур. Для пассажиров, вылетающих по внутренним направлениям, предоставляются следующие услуги, магазины товаров первой необходимости. Кафе и рестораны с уютными залами и вкусной кухней. Аптека и медицинский пункт с квалифицированным персоналом. Комната матери и ребенка для комфортного ожидания рейсов пассажирами с маленькими детьми или беременными женщин. Залы повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса или лиц, индивидуально оплативших услугу. Для вылетающих международными рейсами после прохождения паспортного контроля в аэропорту расположены магазины беспошлиной торговли с набором многих товаров мировых брендов по низким ценам. Каждый сезон авиакомпании устанавливает основные тарифы на авиаперевозки по всем своим направлениям. Цена на билет формируется как сумма базового тарифа и необходимых к уплате сборов и страховых взносов. Авиабилеты подлежат возврату со сбором или без, в зависимости от типа тарифа. Так, авиабилеты, приобретенные по тарифам промо и бюджетные, менее, чем за 24 часа до вылета, возврату не подлежат. Авиабилеты можно забронировать и купить одним из следующих способов, в авиакассах компании или города за наличный расчет или оплатив пластиковой картой. Через раздел бронирования на сайте авиакомпании по ссылке httpbooking.yakutia.aero касая черта при помощи звонка в отдел бронирования авиабилетов компании по номеру телефона 8 800 721 90 вне зависимости от вида авиабилета, он является основным документом, подтверждающим заключение договора о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, что гарантирует выплату страховки и прочих компенсаций в случае возникновения внештатных ситуаций. Несмотря на относительно небольшой парк воздушных судов, Якутавия ежедневно осуществляет перевозки пассажиров более чем по 40 направлениям внутри страны. Среди наиболее востребованных направлений выделяются большинство аэропортов республики Саха, Якутии, а также всего дальневосточного региона, включающие такие города, как Магадан, Красноярск, Хабаровск, Владивосток и другие. В Москве основным хабом авиаперевозчика является аэропорт Внуково. Также пассажирам доступны рейсы в Краснодар, Симферополь и Сочи, что особенно привлекательно для туристов, предпочитающих отдых в РФ. Международные перевозки имеют более узкий диапазон, но тем не менее, авиалинии Якутии выполняют регулярные рейсы в Анталью, Турцию, а также чартерные перевозки в страны Юго-Восточной Азии. Самый длительный беспосадочный перелет авиакомпания выполняет по направлению Москва, Якутск продолжительностью более шести часов. Авиаперевозчик имеет собственную программу привилегий для часто летающих пассажиров Якутия Free Flight. Регистрация в бонусной программе для участия в многочисленных акциях доступна каждому желающему, который должен выполнить следующие шаги, зайти на интернет-портал, посвященный бонусной программе официального сайта компании по ссылке httbsffr3.loyaltyplus.ar Косая черта loyalty, косая черта register.sim. Продакт равно ffr3 и ланг равно ruisit равно 17310, после чего, указав личные и контактные данные, зарегистрироваться, следуя подсказкам. Написать письмо на адрес электронной почты fridifisflightsobaka.yakutia.aero для получения логина и пароля, используемых для входа в личный кабинет. Каждый раз во время покупки авиабилетов на рейсы авиакомпании будет происходить начисление бонусов в зависимости от стоимости перелета. При накоплении бонусов в течение двух лет необходимо их использовать для полной или частицной оплаты авиабилетов на любой из рейсов Якутии. Для самых активных участников программы авиакомпания предоставляет подарки и приятные дополнительные бонусы, включая скидки при покупке авиабилетов или повышение класса обслуживания по льготной цене. Если на протяжении двух лет пассажир не использовал баллы, они автоматически сгорают. Якутские авиалинии на сегодняшний день достаточно молодая компания. Но даже в условиях кризиса мировой экономики, в суровых климатических условиях республики Саха она продолжает развиваться, наращивая обороты. Упорство и целеустремленность руководства, а также финансовая поддержка администрации региона, несомненно, приведут Якутию к большому успеху и лидирующим позициям на российской и международной аренах авиаперевозчиков. Субтитры создавал DimaTorzok